Всем привет. За последние три года в Точке мы выпустили несколько больших, я бы даже сказал, эксклюзивных спецпроектов. О сайтах, телеграм-каналах, инвестициях, арбитраже трафика. И у нас давно просили сделать такое же у мобильных приложений. Сей, да и настал. Вы сейчас делаете аппки. Ну, сейчас где-то больше 20. Мы пытаемся выдавать простой продукт за простой. Ну, это как бы и там хреново, и там хреново. Все делают пресс-мёрсер одно и то же. Их Apple бутилю. Тинейка, она во всех странах себе там что-то меряет. Мы арбитражники, которые делают свои продукты, заливаем траф. Цель как можно быстрее сделать, как можно быстрее его отбить и там зарабатывать. Второй, кто приходит, но более агрессивный, тот потом побеждает. Смотрите, посылок продали за несколько миллионов. О, бля. О, бля, класс, надо делать, скорее делать, давай быстрее. Перед просмотром хочу попросить вас поставить лайк этому видео, написать комментарий и поделиться с друзьями. Это очень важно. Зарабатывай на iGaming трафике с международной партнерской программой Альфа Афилейс. По модели РФШ до 50%. Линк в описании. У нас было диджитал-агентство в Беларуси. И мы просто оказывали маркетинговые услуги клиентам и так далее, по классике. И у нас начали появляться партнеры, которые делали свои мобильные продукты. То есть мы участвовали напрямую на конфах с Гуглом и так далее, с Фейсбуком. И они для малого и среднего бизнеса. И на этих конфах мы знакомились с потенциально новыми клиентами. Были ребята, кто делал первые мобильные приложения тогда. Может, даже было лет шесть назад. И мы начали вообще работать как с клиентами. А большинство клиентов в плане мобильных аппы – это были как раз таки не игры, а чаще всего какие-то утилиты, либо какие-то прикладные аппы. И недалеко не все на белорусских рынках чисто. Вот Apple внедрил подписки, правила нормальные не расписал, полиси нормальные не сделал. Ну и все, и мы в том числе, полетели на этот рынок зарабатывать деньги. Опять же так, познакомились с ребятами, они нам рассказали, что они начали делать аппы. Мы их аппу полили, потом начали свою такую делать. Ну и все, как бы. Такую же конкуренцию. Мы договорились, что мы сделаем такую же аппу, типа, и попробуем ее раскачать. Вот, и в принципе пошло. У нас экспертиза начиналась в платном трафе. До сих пор, наверное, у нас там 80% дохода генерит платный траф, может даже больше. То есть мы в ОСО и прочих таких штуках, я бы сказал так, слабенькие. Вы сейчас делаете аппы для себя. Да, только, правильно? Да. Сколько у вас их? Ну сейчас где-то больше 20, просто мы активно работаем над сейчас 12. И 8 у нас, по сути, просто делеваются, и как-то там что-то приносится в органике, но не больше. Вот, если мы активно не занимаемся. Вот. То есть разработки сейчас еще 3 новых. В активной стадии разработки, залива и заработка 5 штук. Вообще всего мы, наверное, выпустили за все время больше 20 апп в разных категориях, вертикалях, и в утилитах, и в контенте. Ну, короче, абсолютно разные. Но вот активного, то, что работает, заливается, приносит деньги, где-то 5 продуктов сейчас. Окей, что там? Это астрология, гороскопы и вот эта вся мистическая тема. У нас есть mental health продукт, там про определение стресса, пульса, ну там аишные всякие штуки. Вот. У нас есть утилиты, это GPS Family Tracker. Опять же, из основных я называю, да. У нас есть музыкальная аппа автотюн, ну то есть это автотюн голоса, как бы для того, чтобы песни петь классным голосом, короче. Это все равно больше утилита, которая сгорает задачу снятия стресса. Я бы так описал. Вот. И у нас есть аппа с игровыми механиками, которые помогают снять стресс. Насколько это под капотом, ну реальный хороший продукт? Как ты оценишь сейчас? По-честному? По-честному? Из 10 баллов. Из 10 баллов? Ну, если самое критичное, к себе относиться, опять же, то я бы оценил бы на 7. На 6-7. Ну, неплохо. Ну, я усредненно по всем. Каждый конкретный можно какой-то оценить в 8, какой-то там в 5. Ну, усредненно в среднем по всем, я бы сказал, что 7. Ретабельность, если я правильно услышал, понял, догадался, вот она сейчас в районе до 10-30%. Да. Иногда бывает, ну, по каким-то продуктам бывает 50, но там ограниченный объем, допустим, может быть. Если смотреть на пирог вот этот, в плюс-минус 2, есть апка, которая безусловный лидер? Нет. Достаточно все равномерно размазано и распределено по всем продуктам. Это какие-то специальные усилия на этот счет? Или так повезло? Наверное, потому что одинаково стараемся сделать по всем продуктам максимум, которые мы можем, и вот так получается. Ну, за счет чего так получается? Это вообще редкость. Ты же понимаешь. Возможно, у нас где-то на подкорке лежит вот это желание диверсифицироваться и не быть зависимым, как знаешь, куслангеря, от одного клиента и так далее, одного заказчика. Вот, возможно, где-то на подсознательном уровне эта штука лежит. С точки зрения UA и так далее, то есть нету каких-то, знаешь, типа ограничителей. Вот сюда ли и меньше, сюда ли и больше. Вот нам нужно уравнять все. Эти ограничителей нет. Особенно в последнее время так стало происходить, что у компаний, которые на этом рынке остались, у них у всех превращается к равномерному распределению. Если это компания мультипродуктовая, то есть у них несколько продуктов. Чаще всего так. У нас когда тоже была зависимость от одного продукта, вот, но, опять же, так вот исторически все как-то складывается, что потом все... Тот перестает перформить, тот начинает перформить. В среднюю погоду смотришь, так все как-то в среднем и работают. Ну, типа вот так. То есть бывают месяца, что какой-то продукт выбивается, естественно, про то, что ты говоришь, да. Но на дистанции, там, особенно в последнее время, то примерно равномерно. Какая причина этого? Я говорю, вот, ну, может где-то подсознательно, но вроде я так начинаю задумываться, вспоминать, вроде мы не делаем специальные действия от себя, чтобы как-то все усреднить, типа. Я бы с удовольствием был бы рад, если бы был продукт, который... Даже он один будет перестать миллион чисто. Ну, потом, может быть, другие потянем к нему. Может быть, из-за этого потом другие потянем, вот и другие потягиваются к показателям предыдущего. Потому что один выстрелил, давай вот распространяй шаблонизацию на другие. Это мои гипотезы, вот и просто рассуждение слуха. Я спросил, кстати, про ваши аппки у коллег. Не буду говорить, у кого. Дословно, что умеете делать круче, чем есть на самом деле. Ну, то есть хороший маркетинг, получается. Обложка. Ну, обложка в хорошем случае. Обертка. Когда... Это комплимент, кстати. Во всяком случае, ты линопрекция вижу. Я пытаюсь понять, к чему это идет дальше. В общем, хорошая обертка, маркетинг. И когда получается выдавать простой продукт за сложный. Ну, и, соответственно, за него просить деньги. Согласен, не согласен? Мы не пытаемся выдавать простой продукт за сложный. Мы пытаемся выдавать простой продукт за простой. Ну, то есть сложно сделать не очень. А как продать тогда задорого простой продукт? Это же только для тех подходит, у кого много денег. Нет, просто продаем решение удобное и простое. Конкретное... Ну, то есть решение конкретной проблемы? Да. А изначально, когда компанию стартовали, так же думали? На это цель? Идея была в том, чтобы, да, находить... Давать пользователям более простые решения тех задач, которые они сейчас делают каким-то более сложным образом. Но все-таки монозадач. Ну, то есть там, не знаю, обработка фотографий. Нишевая история. Потому что в Ниши тогда позволяет избежать в лоб конкуренции с крупными игроками, у которых больше бюджетов, сложнее продукты, больше экспертизы. То есть мы в лоб не хотели конкурировать с такими паблишерами. Після последнего интервью, мы два года тому записывали, и там я рассказал про сальдо Эпсиин Войсмейкер. И после этого у меня появилось где-то... 4 тысячи клоней. Пробилось до 100. Вибачаюсь. Каждого тижня виходило один або два новых конкуренти. И это делали власти бюджетового мотивового на трафику. Я могу рассказать, до речи, судьбу этих конкурентов. Она очень интересная. И что? Штук 30, напевно, конкурентов очень агрессивным инсенсивным трафиком поливали. Декілька конкурентов, они в какой-то час досягли какого-то успеха. Но, ну, там, загально глобальных конкурентов не появилось. Они только мне портили жизнь. Потому что каждого тижня один або два конкуренти выстреливают в топ. Они собирают какую-то органику за счет инсенсивных трафика. Их Эпл выпилюет. Только Эпл их прибирают из истории. Наступного тижня новый появляется, который ты сам и делаешь. Это у вас геморрой, так? Ну, так. Вони однодневки такие, знаешь, додатки появляются и сникают. Только деки додатков появились, которые, ну, там, пережилися. Мы, в целом, поменяли подход к разработке продукта года два назад. То есть раньше мы как? Ну, типа, по-быстрому склепал, начинаешь заливать траф и забил, как бы. Ну, условно говоря, саппорт, там, пару человек сидит. Иногда какие-то апдейты выпустишь, и все. И так как рынок начал меняться, естественно, мы сами поняли, что надо делать продукты с большей ценностью. Всякие, знаешь, пошли уже штуки, типа, там, Jobs to be done, анализ работы для пользователя, какую задачу закрывает продукт. Ну, короче, интервью. Это серьезный бизнес. Да, да, ну, по-серьезному, типа, вот. И мы вот каждый продукт начали к одному отнестись как к стартапу отдельному. Есть отдельная команда под каждый продукт. А не так, типа, что мы, там, параллельно 10 продуктов сразу введем, да, одной командой, там, двумя разрабами, условно. Вот. И там уже есть интервью с пользователями, обратная связь. Ну, и под вот эту обратную связь и задачу мы делаем продукты. То есть мы стали продуктовой компанией, наверное, по-настоящему. Пошли, точнее, в сторону продуктовой компании два года назад. И вот ей, наверное, становимся. Ну, то есть нельзя было сказать пять лет назад, что мы продуктовая мобильная компания. Мы арбитражники, которые делают свои продукты, заливаем трат. Ну, как и все. Вопрос. Зачем вы тут так начали преобразовываться? Рынок поменялся. То есть, ну, мы начали замечать, что если с продуктом ничего не делать и ценность юзеру не приносить и не идти в эту сторону, то, в принципе, твой LTV и твой доход будет просто планомерно, постепенно падать. Но многие идут путем, как и вы раньше, скорее всего, делать новую аппу. Там падает, но хвостом доезжает длинный вопрос. Ну, типа того, да. Но вот я бы только описал еще момент, что выпуск новой аппы, которая была бы по качеству, по глубине своей такой же, как предыдущая, уже не решала этот вопрос. Выпуск нового клона какого-нибудь, такой же аппы и так далее, тоже не решала этот вопрос. То есть из-за того, что аппа маленькая и, опять же, ценности мало приносит, кривая подписок, ну и вообще списание по юзеру, а так как мы на подписочной модели работаем, она просто в разы хуже становилась. Потому что продукт, ну просто, знаешь, типа там три скрина, полфункциональность, она еле работает, если работает. Ну, как бы по рынку можно посмотреть это все. Это первая причина. Вторая причина – это App Store, Play Market тоже диктует свои правила игры. И, естественно, гайды ужесточаются. И, условно говоря, не знаю, как раньше продавали за 9 баксов в неделю продукты, и там было, типа, не знаю, полтора экрана, да, то сейчас, да, можно это сделать. Что значит полтора экрана, чтобы все поняли? Я пишу тебе вот пример. Вот когда-то у тебя выпуск такой был, там, я не помню кто, был с игрушкой, типа, там нужно было пазлы решать, типа машинки ставить. Ну, понимаешь, да, 40 баксов в месяц за игрушку в 100 уровней поставить машинки по паркингу – это как бы too much, ну, очевидно. Для юзеров очевидно. Вот, но для AppLata было не очевидно, и это все работало. Вот, но потом рынок поменялся, и полиси AppLata поменялись. И сейчас они требуют больше value от продукта и так далее за стоимость, которую ты продаешь. Соответственно, тебе нужно делать хороший большой продукт, чтобы, соответственно, стоить цене, которую ты выставляешь. Ты можешь продавать за 0,99 в год, естественно, но понятно, что никакая математика и экономика у тебя никогда не сойдется. Сейчас будет немножко познавательного контента. Несмотря на сумасшедшую волатильность на рынках, крипта по-прежнему привлекает многих. Новички начинают знакомство с этим миром соотносительно простых криптовалют – стейблкоина. Немножко расскажу о них. Стейблкоины – это общее название криптовалют, обменный курс которых привязан к обычным валютам или биржевым товарам. И обеспечены они, как правило, привычными всему миру твердыми активами. Например, фиатными валютами на банковских счетах или государственными облигациями. Тезер является самым популярным стейблкоином на рынке. Он может быть привязан к разным фиатным валютам. Например, к евро, доллару и даже юаню. А стейблкоин Тезер Голд, как вы уже догадались, имеет привязку к золоту. Нашумевший недавно USDC тоже стейблкоин и имеет привязку к доллару. На панике бывает и отвязка, но, как мы видим, это испытание USDC прошло достойно. Уверен, пока все легко, но человек, который впервые осуществляет перевоз стейблкоинов, обязательно столкнется с такой проблемой, как разные сети. То есть, каждая криптовалюта выпущена на определенной блокчейн-сети. Например, в начале Тезер USDT был выпущен на блокчейне биткоин. Но когда он стал популярным, для большего удобства USDT был запущен и на другие блокчейны. Сейчас в топе популярности сети Ethereum и Tron. Важно понимать, криптовалюта Тезер USDT в разных сетях равнозначна, но каждый тип USDT обращается только в своей сети блокчейн. Поэтому так много адресов и нельзя отправлять между сетями переводы напрямую. Для понимания, если сильно упростить, есть два основных отличия между сетями. Это первое, транзакции, то есть стоимость перевода. И второе, время этих транзакций. Надеюсь, разобрались. А теперь, где же купить или продать USDT и другие стейблкоины. Здесь могу смело рекомендовать одну из крупнейших европейских криптофиатных бирж в Абит. Это простая, надежная и комфортная в использовании криптобирж. А оценка безопасности в Абит на основе популярного рейтинга является одной из самых высоких на рынке. Кстати, в дополнение к удобным методам авторизации и защиты, как двухфакторка, компания, первой среди бирж, добавила возможность пользоваться своими браузерными расширениями для кошелька в Абит. С Абит вы можете не волноваться о безопасности своих денег. Но помните, крипта это интересная и перспективная сфера с большой долей риска. Только вы несете ответственность за свои деньги. Смотрите, анализируйте и принимайте собственные решения. Ссылку на Абит оставил в описании. Полезного просмотра. Дальше. А в мобильных аппликухах ты, конкретно ты, насколько давно? Лет 8. А вообще, вообще мобайлом для этого тоже занимался, мобайлом, вебом. Все равно мобайлом, только вебом. Ну, отдельно-отдельно, когда были мобильные сайты, там еще через доме м-точка. Вот эта история с отдельной версткой, каким-то я тоже занимался. То есть, в 4 лет 10 я уже этим занимаюсь. 8 лет назад у тебя был выбор? Игры или аппки? Ну, я сам просто не геймер. Я помню, что тогда еще ходил, там, собеседовался в какие-то, в том числе, гейм-студии. Мне спрашивали, а что ты играешь? Я говорил, вообще, фу. Говорили, ну, спасибо, но вот не то, что надо, да. Поэтому как-то не срослось с играми. Ну, и в целом сейчас уже, там, чуть глубже понимаю часть. Я понимаю, что это вообще другая специфика в плане и разработки, и маркетинга, и, там, просчеты бизнес-моделей, наверное, самое главное. Поэтому в игры, я не знаю, мы думаем вообще про игры, но это, если будем, то только покупкой какой-то студии, наверное, так входить. Сами точно не будем делать. Для игр нужно больше ресурсов. Это денег, команда. Их дороже обслуживать, дороже закупать трафик, потому что он дороже всегда на играх. Игры нужно любить. Очень сложно делать игры, если ты прямо в них не погружен. Это если мы про классический геймдев говорим. А если мы говорим про казуальные игры, то там очень серьезная конкуренция, и нужно делать на очень качественном уровне проект. То есть апки все еще порог входа значительно ниже, чем с играми? На мой взгляд, да. А конкуренция есть ли, на твой взгляд? И конкуренция меньше, потому что конкуренция, по сути, не прямая, на самом деле. То есть за трафик конкурируют не обязательно в играх, если мы, например, говорим. То есть мы выпустили, не знаю, сто пятьсотую ферму. За трафик она будет конкурировать с матч-3, с казуалками. То есть конкуренция за время идет? Конкуренция за время, конкуренция за трафик. У игр уже успешных огромные ЛТВ. Они могут закупать много и дорого. Тот же Playrix выгребает все, что видит. И поэтому с играми сложнее. Все видят успех отдельных компаний, которые заработали много денег на играх, потому что это можно сделать. Но проценты успешных кейсов намного ниже, чем в неигровых продуктах. Ну да, есть такое ощущение, что игровики, ну это даже не ощущение, это факт, укрупняются. Большинство, большими, ну, ключи стандарты многих рынков, в принципе. То есть так все работает. С приложениями такая же тенденция или нет? Ну, кажется, что сейчас, в принципе, вот консолидация происходит, и много roll-up компаний, которые покупают более маленькие, чтобы получить более высокий мультипликатор на выходе. То есть тот же Embracer, который купил Изобрейн, или Uplavin, который купили или там проинвестировали в ряд проектов. В утилитах несколько компаний что-то похожее, кажется, начинают строить, но вот прям таких еще больших примеров и суперпубличных, и известных, кто вышел на IPO, пока нет. Ваша задача стать сильно большими для того, чтобы, ну, когда уже другие укрупнятся, вы могли конкурировать. Или ты думаешь, что в апках, там, еще пять лет, будут постоянно вот эти ниши, и можно будет работать? Ну, пока наша задача расти. Потому что в казуалках, по-моему, уже шансов нет. Это уже надо признать. Я думаю, что есть. Нужны новые механики. Пользовательские? Ну, то есть новый опыт игры или что? Или это просто без смотрения? Да, какие-то гибридные вещи постепенно. Что-то на основе предыдущего. Как было когда-то с разукрашками. А что было с разукрашками? Ну, появился там coloring book, как обычный, который просто разукрашивали на телефоне. Потом появился по номерам. То же самое механика. Только добавляется номер, он становится проще для пользователя. Соответственно, трафик снова становится дешевле. Трафик здесь выгребают. Появилась следующая механика – пиксельная разукрашка. И вот на основе предыдущей механики появляется новая, которая проще, либо там высший engagement имеет. За счет этого дешевле трафик на старте, потому что новая механика, новые креативы. И трафик становится снова дешевле. Ну, и такая постоянная гонка. Мы стартовали пять лет назад, и как раз-таки в тот момент рынок апп, он был более таким горячим, чем игрушек. Плюс нужна определенная экспертиза в играх. Ну, и интерес к этой области, понятное дело. Мы больше за такие утилитные решения, которые решают конкретные задачи людей. А уже вот с играми, ну, опять же, я говорю, нужна определенная экспертиза и интерес в этой области. И даже так получилось, что мы игры пробовали, ну, и стартовали, и там наши партнеры открыли компанию отдельную и пошли играми заниматься. А мы сфокусировались сугубо на своем, потому что параллельно нереально было делать и аппы, и игры. Ну, это как бы и там хреново, и там хреново, короче. Вот. Так осталось только в аппах. Хреново или хорошо? В аппах? Нет, я бы сказал, что в аппах все окей. Особенно у тех, кто давно на этом рынке его понял и с него не слез. И я не знаю, что это было. Выбор ниши. Как сейчас у вас организован подход к этому вопросу? Ниш кажется, что очень много. Мы недавно тоже делали research по нишам. Не по тому, как там в 100 категории есть, а реально как-то там больше, исходя из ключевых каких-то запросов и так далее. И у нас там получилось ниш прям 500, наверное. Но тоже кажется, что много. На самом деле, если там разбирают детальми, то все делают плюс-минус одно и то же. Если посмотреть там списки каких-то мобилейных паблишеров, то плюс-минус набор вводит на процентов 70 совпадать все. И тут, ну, подход у нас меняется вместе с развитием компании. У нас есть чек-лист. Ну, то есть, если в том числе логу на мобайл, вот мы там делаем приложение, которое у нас цель как можно быстрее сделать, как можно быстрее его отбить, и там зарабатывает на нем. Если тоже у нас план такой, если мы по заплату выходим на плату, в течение трех месяцев мы подработать приложение пытаемся продать, потому что, ну, смысла выдержать особо нет, цена не растет. И, соответственно, такие апки, то есть, у нас есть чек-лист, по которому мы прогоняем и выбираем. То есть, в точке зрения ниши вообще без разницы. То есть, для нас важно, чтобы в этой нише был конкурент какой-то миллионник, хотя бы один, но не больше, чем два. Такого выручка от миллиона в месяц. То есть, это плюс-минус для валитного объема ниши. При этом должны быть другие конкуренты, все сильно ниже. То есть, мы обычно, когда вот выбираем апку, мы стараемся не смотреть на лидера, мы стараемся понять, сможем ли мы занять второе место, условно говоря. Потому что такие ниши, вот, чаще всего то, что мы делали, это просто плюс-минус и был какой-то лидер. Но в итоге много где мы обогнали. Но это там в течение нескольких лет. Соответственно, с точки зрения разработки, опять же, мы смотрим, насколько это сложно сделать, не сложно сделать. Потому что, опять же, достаточно долго мы сейчас делали приложение, которое, по сути, все были на клиенте. У нас общение было по кенту, то есть, вся логика была на клиенте. И, соответственно, достаточно помогала нам ускориться. Потому что меньше каких-то взаимодействий есть, меньше, ну, проще архитектура самая. Плюс, с точки зрения самого приложения, опять же, либо это какая-то контентная апка. И, соответственно, много работы с тем же контентом и так далее. Тут уже, скорее всего, появится на кент, опять же. Ну и плюс сложности с тем, что где-то этот контент нужно брать, поддерживать разные локации, важные бла-бла-бла-бла. Поэтому мы смотрели апки, в которых, по сути, нет контента. То есть, всякие утилиты, тулзы, где вся локализация у тебя, это просто системные кнопки и так далее. На клиенте это значит что? Клиент — это само мобильное приложение. То есть, то, что ты становишь, что строят. А больше размер? Но зато тебе потом интернет, как бы, в принципе, и не нужен. Правильно? В этом суть. Ну, это один из моментов тоже положительных, но в нашем случае это с точки зрения разработки, что это делает один человек, приложение, а не два, например. Потому что вся логика на фронте. А с точки зрения самой жесткой архитектуры поддержки, это сильно проще. То есть, там меньше нужно договариваться людей, когда один человек сам себе все делает. То есть, в этом были плюсы по скорости в том, что, по сути, ты одним девелопером можешь полностью запретить приложение под ключ. Одно на клиенте, то есть на устройстве у пользователя, собственно, второе в облаке. Вот у вас процент, который сейчас такой и такой, какой? Сейчас, наверное, 70 тех, что на клиенте. Но все новое, что мы делали за последний год, это все уже клиент-сервер, потому что, в принципе, для нас, наверное, закончились интересные ниши, в которых все можно сделать на клиенте. То есть, мы сейчас пришли к тому, что по-разному более сложные лапки уже браться. Типа линейки, это уже все, пройденный этап. У нас не имею в виду, что она уже есть, и там есть несколько вариаций ее, но сразу немножко набором фичей, но, по сути, там об одном истории. Но линейка – это типичный пример вот как раз такого клиент-приложения, правильно? Да. То есть ты скачал, и, в принципе, интернете этом не нужен. Давай вернемся к вашему списку, когда, по каким критериям, точнее, вы выбираете нишу. Во-первых, можешь ли ты расшарить для людей 500 ниш? Это, мне кажется, будет... Ну, или как-то хотя бы 100, не знаю, чтобы люди поняли, как это выглядит вообще. Насколько они сильно подроблены, насколько они детальные. Скоро это будет сервис ASO-Bot, это будет в Телеграме. В смысле в том, что у нас же своя там база данных, с чем мы работаем, в принципе, по ASO. Вот. И теперь мы немножко ее будем шарить. Ну, там бесплатно сейчас можешь зайти, и там бесплатный функционал доступен. То есть ты можешь посмотреть конкретно там список кейш, который у меня есть, и там по одной из ниш будет суперподробный репорт. То есть там... Ну, вот как раз по выбору приложения там даже подробнее, чем на самом деле мы делаем для себя. Давай топ-5 аргументов. Первый, ты сказал, безоговорочно, то есть должен быть монополист, у него должен быть лям плюс месяц. Это вы по открытым источникам? Сенсор-тауэр или как? Да. Хорошо. Значит, это пункт номер ноль, давай назовем его так. Это базово. То есть ниша не мертвая. И есть спейс, место для выхода. Давай пункты следующие. То, что кто-то новый появлялся последний хотя бы год, а лучше полгода, потому что некоторые ниши Apple не пропускают уже новые приложения. Просто говорить, что у нас такого домаран достаточно. Ну, то есть Google это не касается, Google ты можешь что угодно помешить, но с Google мы особо не работаем. То есть у нас Google приложения андроидовские, это обычно в каких-то продуктах, которые уже кросс-платформены. И он нужен просто, опять же, чтобы лучше продавать приложение в iOS, говоря о том, что ты можешь там, если у кого-то есть Google, ну, например, есть приложение, о том, чтобы там за детьми следить. И, соответственно, если у тебя родители iOS, ребенок Android, то вот, пожалуйста, пользуйся нашим приложением. Купи подписку на iOS и установи ребенка на Android, оно все будет работать. Но само Android приложение при этом, оно просто как в придачу идет. Поэтому второй пункт, это когда были последние какие-то апки в этой нише запаблишеры. Третий пункт, это, опять же, контентная апа, либо нет, то есть с точки зрения подготовки каких-то материалов и обновлений. Потому что, в принципе, линейку ты можешь припустить один раз, и, ну, честно говоря, больше ничего с ним никогда не делать, пока там, ну, просто Apple не попросит что-то обновить, потому что ты жив вообще или нет. Но с точки зрения поддержки это вообще не требует ресурсов. Соответственно, это такой третий пункт. Четвертый пункт с точки зрения как раз локали, это что ты спрашивал, опять же, чтобы это не был какой-то продукт локального рынка. То есть линейка, она во всех странах себе там что-то меряет. Соответственно, больше можешь получать органического трафика за счет того, что у тебя просто больше локали. Там везде по чуть-чуть, и уже ты себе насобирал какую-то денежку. Ну, это, наверное, четыре самых основных пункта. То есть дальше мы там смотрим уже какие-то могут быть нюансы касаемо конкретно нашей компании. То есть там с точки зрения, я не знаю, даже специалистов, просто, возможно, какие-то нюансы по технологии есть, которые мы не умеем делать. И нам проще взять что-то, что мы умеем, чем искать кого-то, кто у нас там будет раздуплять. Главный вопрос, который у всех, в принципе, есть после первого успешного приложения, как поставить вот этот выбор ниш на поток? Ну, у нас, мне кажется, очень неплохо отрекшн. У нас, ну, больше половины точно процентов 70 приложений, которые зарабатывают в Рексту. И притом, ну, чаще мы ошибаемся сейчас в меньшую сторону. То есть у нас там условное приложение, принтер сейчас есть, который позволяет распечатывать документы с какой-то там предварительной обработкой небольшой на любом принтере, независимо от бренда и всего такого. Руки в церкви. Да, да. И мы рассчитывали, что там 1050 можно зарабатывать, будет классно. Сейчас у нас около 150 в месяц, и мы думаем, что, в принципе, еще X2 мы сделаем на нем. Ну, то есть тут положительно сказалось. Из того, что не угадывали, ну, это редко. Это какие-то странные штуки, на самом деле, которые мы изначально понимали, что, наверное, в реально что-то хорошее получится. А можешь сказать, что это за продукты были? И самого обидного это трекер воды у нас на самом деле, потому что вроде бы оно тоже, казалось бы, большая ниша, фитнесовая, но при этом как раз не требует контента. Мы там сделали достаточно неплохой дизайн, анимация и все такое. То есть, ну, простое приложение, ну, типа, очень няшное, красивое, но вообще мы там не выгребили ничего по монетизации. То есть трафик все-таки дорогой, получается, для того, монетизации, которая как-то работает. Потому что есть конкуренты, которые как-то зарабатывают, но вот это, наверное, единственный продукт, по которому для меня до сих пор большая загадка, как они это делают. А как вы понимаете? Ну, то есть, ну, смотри, вот есть приложение, оно зарабатывает 3... Общаемся. А, нет, общаемся, это хорошо. А если общаемся, отпустить, как вот это проверить? Что математика бьется? Ну, закупыш трафика вы никак не можете увидеть. Ну, это никак не проверить. Ну, на этом, на самом деле, много кто изгорает из таких начинающих разработчиков. Ты имеешь в виду, что смотрят, думают, офигеть? Да, да, думают, офигеть, просто класс. А на самом деле, он вообще нереальный лист. Ну, этот, не знаю, текущий книж тоже в фитнесном примере. Я вообще не понимаю людей, которые сейчас делают вау и фитнес-апки. Зачем? Какие ниши, вот, с твоим уже опытом и с вашими деньгами в целом, точно, вам нельзя трогать, и, соответственно, людям тоже? Вот упомянутый фитнес. У нас при этом есть пару приложений, но около фитнеса, они про питание, но тоже там достаточно высокая конкуренция. У нас получается зарабатывать на них, но такой, небольшой мануальностью, и, в принципе, там зарабатывать получается на объеме. Нам больше нравится, когда меньше объем, больше маржинальность, вот, потому что как-то, как-то понятнее и приятнее. Слишком много денег крутить не хочется. Да, да, но это вот, то есть, из того, что самая такая большая ниша есть. Дейтинг мы не хотим делать, там тоже по ряду причин, но в том числе, опять же, достаточно дорогая ниша с точки зрения трафика, плюс с точки зрения юридических всяких штук, в отношении с иплом и так далее, тоже непросто. Ну, то есть, это прям очень много нужно вкладывать ресурсов сходу и с очень непонятным выхлопом. Ну, и, наверное, все. То есть, есть еще ниша, там, фото-видео, например, которая самая непонятная вообще, но я думаю, что мы до нее доберемся, просто потому что неинтересно. А какая ниша для тебя была открытием? Ну, вот упомянутый принтер, это, опять же, открытие в формате, что мы не рассчитывали, что мы столько сможем зарабатывать. До этого, ну, самое большое открытие в моей жизни, это наш трекер-посылок, успешно проданный. Поэтому, ну, это для меня очень удивительная история. Удивительно вас с точки зрения конкуренции сумасшедшей или чего? Ну, с точки зрения того, что мы трекер-посылок продали за несколько миллионов. Я никогда не думал, что можно было бы заработать на этом хоть какие-то деньги, а такие, так тем более. А мультипликатор какой был? Мультипликатор стандартный. В принципе, для, там, тулзорин таких приложений это где-то от 20 до 40 месячных прибыли чистых. Ну, вот, где-то в этом диапазонированный был. Получается, 30. Мультипликатор был, пару миллионов, соответственно, где-то плюс-минус. Приложение зарабатывало какую-то сотку чистыми, да? Да. Трекер-посылок. Просто ты вбиваешь трек-номер и узнаешь, где твоя посылка. А вы в каких нишах сейчас делаете вот эти котельные проекты? Одно, это в Батан, это приложение по уходу за растениями с помощью компьютерного зрения. Мы определяем везни и даем рекомендации, что с этим делать, дальше с растением, чтобы с ним все было хорошо. Вот. Мы вокруг него там даже пытаемся сейчас какое-то комьюнити построить, но это достаточно такая сложная история. А второе, это приложение гороскопов, но тоже мы его делаем в формате такого mindfulness-хабки. То есть это что-то среднее между гороскопами и приложением для медитации, и там самомотивации и так далее. Мы постоянно ресерчим и ищем ниши новые. Вот. У нас прям даже фреймворк для этого есть, как мы ищем, как мы определяем. Если можешь. Есть базовые классические вещи, типа сенсор посмотреть там или аптеку или какие-то сервисы конкурента, подсмотрел у кого-то там ресерч, какой-то репорт пришел. Ну короче, информации в принципе дохеряна, что вообще на рынке происходит. Сенсор Тавер это как просто ориентир. Ну то есть на самом деле ему верить нельзя. Пока сам не тестировал. Ему можно верить, но нужно понимать, как устроена система. Вот. То есть если смотришь в Сенсор Тавер и видишь аппу, которая зарабатывает миллион, то это не значит, что... Она зарабатывает миллион. Нет, это не значит, что конкретно именно профита у них миллион. Ты в первую очередь думаешь про миллион, но не думаешь, что туда потрачено, и ты не знаешь, никто не знает, кроме них самих, сколько они потратили денег на то, чтобы у них этот миллион выручки был. А это может быть 20 миллионов. Итак, мы не знаем эти цифры, вот, поэтому предположить, насколько эта ниша перспективная и зарабатывающая сложно. Какие триггеры по конкуренции у вас должны быть, чтобы вы тестили гипотезу? Если на рынке в какой-то нише есть там два-три продукта с условным миллионом плюс, да, и... Я даже про инсталлы будем говорить, даже не про деньги, если брать, а просто миллион инсталлов в месяц, и, в принципе, эта динамическая штука, которая там длится уже несколько месяцев, то, скорее всего, в эту нишу бессмысленно лезть. Ну, опять же, если выделять то, в какую нишу не лезть. Если выбирать нишу, которая есть, то если есть набор средних продуктов, то в эту нишу можно лезть. Если есть только один, тоже можно лезть. Потому что чаще всего, опять же, так, если понаблюдать за App Store, второй, кто приходит, но более агрессивный, тот потом побеждает. То есть, Хадспейс был первым, а Калм зарабатывает, ну, там, выручки, условно говоря, делает больше и стоит больше. Фло были не первыми, кто сделал перевод трекер. Был другой с многомиллионной аудиторией, но вот они пришли вторыми и забрали... Потому что учатся на первых, или что? В том числе учатся на первых, во-вторых, есть реф. Хорошо, когда он есть. То есть, когда у тебя есть... Ты не выдумал, что ты себе в голове, вот я делаю, не знаю, вот такую хрень. А у тебя есть реф, на что ты можешь ориентироваться. У тебя есть, по крайней мере, юзеры, ты понимаешь, что есть уже рынок, есть юзеры, которые ставят этот продукт, потому что у них есть ценность, ну, там, не знаю, потребность в этом продукте. То есть, уже рынок там сформирован. Ты идешь не на просто, типа, на выдуманный себе рынок, который ты сам себе придумал. Но у вас, в вашем случае, так, все, не хочу сказать копии, но... Ну, ничего, блин, ноу-хау, правильно? Ноу-хау уже потом можно добавлять в продукт. Да. А изначально вы делаете то, что делают другие. Да, мы, я даже, ну, опять же, и с продуктами также веду диалоги, типа, задача минимум во время первых спринтов на MVP сделать функционально не хуже, чем есть у конкурента. Давай мы будем делать так же, как он это делает. Пока, хотя бы для начала. Если мы делаем так же, и у нас уже получается закрывать задачи для юзера там, таким образом, то дальше надо просто идти и развивать это все в глубину. И делать лучше, 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 лучше. Ну, затрачить метрики, ну, ретеншн и прочие штуки. Что-то понравилось какая-то тема, да? Например, вот, решил, что буду делать клинеры для айфонов. Вот, не знаю, решил. Тема понравилась, видно, что там растут под деньгами и так далее. В нашем случае, что мы делаем? Вот, допустим, мы определили, что эта ниша нам интересна. Мы, у нас есть апы, пустышки в Apple и Google Play. Это что такое? Апы внутри функционала нет, они ревью прошли. Вот. Мы выставляем там онбординг под эту нишу. Вот в этих апах, пустышках, да, которые есть, ну, давай, например, на андроиде там легче это все делается. Вот. На Play Market легко пройти ревью, в принципе, да? И мы, у нас есть продукт в Play Market, который мы выпустили внутри, там, допустим, VPN. Ну, неважно. У нас запоеволен там весь флоу. Мы можем поменять тексты на онбординге под эту нишу, которую мы хотим протестить. Мы пишем на текстах на онбординге, что мы там почистим твой айфон, освободим тебе место, там, ну, это ДТП. Вот. Там три экрана и подписка. На подписке крестик нету. Ну, опять же, это все, как бы, такая тестовая болванка, чтобы чисто проверять. Выставили это все, скингшоты, иконки, наверное, мы не меняем. Они очень косвенно влияют, особенно в UA закупке. Поэтому мы, как бы, делаем покрешность, что, да, СИПЕЙ может наше там плавать, но в целом надо, ну, надо тестить, короче. Ну, и запускаем трав с автоставкой в Фейсбуке на вот этот вот продукт в плей-маркете и смотрим СИПЕЙКУ. Вот мы протестили, наверное, штуку, не знаю, может быть, 70 ниш разных. И у нас тут просто тупо есть сортировка от дешевого к дорогому. Соответственно, мы смотрим в первую очередь, как закупается. То есть, если потенциал для закупки есть, он классный, СИПЕЙКО низкое по старту и так далее. Про низкое, чтобы тоже понятно было, в цифрах это ниже 10 баксов за триал, да, долларов. Есть вот такие цифры, то, значит, ниша имеет потенциал для спроса у пользователей. Как минимум, они готовы это покупать и пробовать как триал. А дальше у нас уже идет фильтрация внутренняя наша, исходя из того, какие продукты мы умеем делать. То есть, ну, опыта накопилось, много там сделали говна, которое не зашло и не получилось делать. У нас есть фильтрация, того, какие продукты у нас получаются лучше или хуже. Вот, условно говоря, мы в контентной истории уже не лезем. Ну, вообще. У нас, ну, не умеем мы делать контент классный, да, и который будет заходить. Соответственно, мы... У тебя астрология, это же контент. Отчасти контент, но там есть и функциональные типа вещи. То есть, условно говоря, это контент, который базируется на чем-то функциональном. То есть, есть движение планет, условно говоря, звезд, натальная чарта и так далее. Ну, реально. Планейная полная. Люди в это верят, да. Вот. И это хотя бы базис какой-то. А вот медитация, это чистый контент. То есть, это голос, это качество, это текст внутри. Прямо это очень важно. Ради этого пришли люди за этим продуктом. Или тот же фитнес. Вот, мы не умеем такого формата делать контент. Соответственно, если этот продукт зашел в нишу на контент, мы просто знаем, что есть такой продукт. Если кто-то придет на паблишинг, или партнер сделает, и у нас будет в нишу, он помечен как классный, и у него такой продукт, мы поработаем с ним. В плане UA и дистрибуции. Но в рамках реализации продукта мы будем делать более такие продукты функциональные, которые основаны на какой-то синической составляющей. Это наш внутренний фильтр. Но это легче. Но меньше трат на саппорт как бы потом. Ну, логично, что. Но зато дороже, возможно. Местами. Вот ты делаешь, вот мы делаем, допустим. Слишком дороже, но зато потом меньше геморроя. Вроде. Мы как бы делали продукт, и делаем его до сих пор. Это АИ-определение уровня стресса человека. То есть, это АИшка. Мы ее обучаем и так далее. То есть, это достаточно большой технологический и дорогой ресурс. То есть, контентчик стоит дешевле. Если сравнить так. Если ты планируешь над продуктом работать постоянно, то вот эта команда, которую он набрал, ты будешь с ней работать. Все время улучшая свою модель, качество анализа и так далее. Просто какие-то фиши новые будешь выпускать. А с контентом, как раз таки наоборот, может быть ситуация. Ты можешь пойти на аутсорс, заказать на аутсорсе 100 видосов, как люди приседают, разместить продукт, и как бы вроде все окей. И это какой-то разовый кост. Тут по-разному, короче, можно к этому вопросу отнестись. Мы выбрали такой путь только потому, что у нас лучше самих такое получается. То есть, технически мы умеем делать лучше вещи, чем контент. Вот и вся штука. Окей, значит, вы анализируете нишу. Определяем тип продукта, выбираем его. Тест-те сразу же. Вот мы затестили уже, допустим, закупку первую, получили какие-то первые цифры. Если CP меньше, привлечение одного на триал человека, меньше 10 баксов. Ну, примерно. Бывают ниши, которые чуть дороже, но мы готовы на нее писаться. Окей, да. Ну, если меньше, то вы такие, о, бля. О, бля, класс, надо делать. Скорее делать, давай быстрее. Ну, на третьем году жизни, да, и при таком количестве инсталлов, остались еще какие-то микрониши, которые вы не покрыли? Много. Или просто аудиторию надо все забрать? Нет, ну, во-первых, ниши остались, во-вторых, появляются новые, плюс мы хотим все-таки более глубоко проработать историю с видео, то есть то, с чего мы хотели начинать, но с видео было работать тяжелее, чем со статика, чем с пресетами. То есть видеоконтент давно уже победил статически, и, ну, в принципе, TikTok в том числе и Reels это наглядно показывают. То есть одна вот из задач, это в том числе добавить функционалы и инструментов для работы с видео. Не важно, на какой платформе. Ну, то есть просто под формат, подработать с видео. Легкую цветокоррекцию сделать, быстро собрать классные видео из фоток или видосов, то есть упростить вещи, которые вроде бы уже есть, но вот качественной или простой реализации, там две кнопки на одну нажать, их нет. А у вас есть приложение, которое не шуется на определенных людей? Ну, то есть, не знаю, фотографов, да, или видеограф, или еще там? Таких нету. У нас есть планировщик для Инстаграма, это конкретно, им часто пользуются либо блогеры, либо бизнесы, которые ведут. АСММ, получается? Ну, да, которые ведут аккаунты, и им нужно вот прям до сих пор планировать ленту. Такой себе B2B маленький. Он может таким быть, но у нас он все-таки B2C. Давай угадай, это самое маленькое приложение с точки зрения денег? Нет, второе. Снизу? Сверху. А, круто. Тоже не понял. Хорошо, интересно. То есть, просто такое количество людей в мире, которым нужно вести свои страницы с таким подходом коммерческим. Ну, это еще и сервис получается. То есть, люди, хороший ретеншн. Что там? Если инструментом этим пользуются, то потом без него довольно сложно. За счет чего? Прощает жизнь. Первая диша, ну, такая, которая достаточно простая, это VPN-ки, клинеры и прочие утилиты. Но там как раз, если мы говорим про клинеры, то это вот, это я опять-таки, в сторону своей медиации, это единственное место, где мы не можем побороть и дмоб. Там чистый дмоб работает лучше, но собака фризится. Но если мы посмотрим на на мой чат, да, там где-то порядка 100 человек, это вот сидят, ну, вот, из трех с половиной тысячи. Это вот у них VPN-ки, клинеры и так далее. Человек 10-15, насколько я знаю, есть календарии месячных, календарии беременности и все, что связано с женским здоровьем. Но, опять-таки, это надо хороший продукт и сделать какой-то интересный продукт. Ребята, кто-то как-то живет на трафинке на гороскопах. Но гороскопы это отдельная тяжелая ниша. Очень тяжело туда залезть и отдельно очень тяжело релизнуться на Apple. Они не пропускают? Да, они говорят, что у нас уже есть 100-500 гороскопов и нам 100-500 первый не нужен. Почтовики. Это что? Типа, когда ты добавляешь почту свою, там, Gmail-овскую, например, почтовые клиенты есть несколько. Есть куча ребят, которые, опять-таки, даже не знают, но это скорее все-таки к играм, делают моды для Майнкрафта, делают моды для Майнкрафта, делают моды для других каких-то игр. Но там таких приложений миллионы. Если мы говорим про игры, ну, то сейчас вроде бы как достаточно оживая тема World, ну, игры в слова. Почему-то сейчас эта тема ожила, ну, наверное, после успеха в World. Если ты чувствуешь, что ты нашел какой-то продукт или нишу и видишь, что есть компетиторы, то оно все чувствует себя вот зарабатывать можно везде. Видеоредакторы сейчас какие-то какие-то даунлодеры, там, TikTok даунлодеров несколько штук. Я видел вот у моего приятеля в Польше достаточно хорошо себя чувствует распознаватель растений. Это классическая подписочная модель. Это когда камеры? Камеры ты навел, сделал фото и как бы там у тебя есть два бесплатных растения, а все, что дальше, ты должен подписаться. Сейчас будет вопрос про аттракцион неведанной щедрости. За лайки, кстати. За лайки. Раз вам пофиг на другие ниши, но постоянно проскальзывают идеи с этими нишами, с этими приложениями, то грех не поделиться. Ты вряд ли их продаешь кому-то из друзей. Ну вот, скажи, что рассматривали, что не будете делать? Где конкуренция вам нравилась? Вертикаль, которая нам интересна, это продуктивность, to-do list. Такая идея мелькала, но она специфичная. На этом сложно заработать. Типа не готовы платить по подписке или что? Да, она интересна ограниченному количеству людей. Есть продукты от больших компаний, которые хорошо известны, и маленькие решения сложно продвигать. Нужна кросс-платформа полная с вебом и, скорее всего, еще и с десктопом. То есть, это с точки зрения разработки и синхронизации всех вещей. Продукт кажется простым, но задача на самом деле нетривиальна. Так, а зачем вам? Не зачем, а почему она вам нравится? Вот у меня такой вопрос. Ну, мы сами, я лично пользуюсь, ребята пользуются. А, ну, хорошо, но я не про такие примеры, я помню, это хотелка, скорее. Просто другие, кто апками занимается, они всегда говорят, что, как бы, ну, конкурентом должен быть. Если там нет конкурента, ну, типа, примера, с кем ты будешь конкурировать, то это очень херово. В вашем случае вы же такие, ну, типа, большие в нише. Слушай, ну, вообще, когда говорят, что нет конкурентов, это плохой знак, но можно немножко глубже копать. То есть, не обязательно конкурент, это должно быть приложение. То есть, может быть, конкурент, это, в принципе, решение, которым пользуются пользователи в данный момент времени для решения той же задачи, для которой вы хотите выпустить аппу. То есть, вот в случае с пресетами было уже решение, это веб и пресеты, которые блогеры продавали там через свои социальные профили. То есть, могут быть альтернативные, там, костыли или другие решения, которые уже есть, и это вот, по сути, конкуренты. То есть, вы подходите, ну, не обязательно с точки зрения App Store, условного. Ну, мы подходим и мы анализируем все, что есть в App Store, там, топ, топ-5, топ-10 по загрузкам, по деньгам, по тренду, что было за последний месяц, последний год, с момента выпуска. Но я к тому, что иногда для некоторых новых ниш, например, которые потенциально могут появиться, такой метод не валиден, потому что еще нечего анализировать. То есть, в том числе, даже в вашей нише такие подниши появляются или что? Да, они могут появляться. А что последнее было? Пару лет назад шрифты появились на Unicode. Суперпростая апа. Мы этот тренд заметили очень быстро, но из-за того, что у нас не было деф-ресурсов, мы вышли в Store через полгода практически. К тому моменту, когда уже было очень много апов. Если можно, назови вертикали, в которые сейчас в данный момент категорически нельзя лезть. Мне этот вопрос задавали на подкасте с адаптией, и я говорил, что медитация. Вот, по крайней мере, в лоб. То есть категорически? Ниша, где есть венчурный капитал много, плюс есть жесткая монополия, это очень плохая история. Пробиться будет нереально. Еще? Наверное, продукты для детей, приложения для детей очень сложная штука, как с точки зрения ревью, так и с точки зрения нишевая история, она имеет право на существование, особенно, если это качественный продукт, но это тяжело. То есть, если нет четкого понимания, зачем и как это будет работать, то я бы туда не лез. Рекламная монетизация будет выключена, подписки, тоже нужно работать с инапами аккуратно, то есть, очень много регуляций. Есть еще такие? Фитнес, прекрасный конкурентный рынок, который мне, кстати, самому интересен, то есть, мне спорт и вся индустрия достаточно интересны, и казалось бы, что там тяжело пробиться, но, в общем, ваши ребята прекрасно доказывают обратное. Better Me, Amazing Apps, компании, которые хорошо выстрелили на этом рынке. Ну, которые тоже там давненько, это важно. А сейчас, 22-й год, конец. Я думаю, что если, опять же, в лоб лезть, то смысла нет. Если подумать и найти какую-то поднишу, где нет прямой конкуренции с основными игроками на рынке, то в теории это возможно. Но это будет непростой путь. Деякие ниши, например, инвойсы, которые мы делали, тогда была недооценена, а сейчас, когда я делал интервью, два года назад, там уже стало много. Но, в нишах, мабуть, не изменилось. Но ниши появляются серьезные, такие, за два года. Ну, интересно, всегда находите какие-то штуки, которые ты никогда не догадаешься. Например, ниша, которая очень заточена на США, но я узнався несколько месяцев тому, есть родины, где есть общие дети, и много чего они в США следуют за своими детьми. То есть, когда у дитини уже две окремые семьи, у тата и у мамы, и они как-то там кошти, сколько они дают дитине, какой расклад там занять в школе, сколько они часу проводят с каждой семьей. Это регламентуется, особенно если это за судом призначено, сколько дитина должна быть. Там статистика такая, что 50% встает святками разлучения родителей. В Украине это статистика, я думаю, не меньше. Дуже много кто не разводится. Меня просто не лякает, не дивует это. Но это очень регулировано, регламентовано, и они кошти, сколько они витрачают на эту дитину и так далее. И, на самом деле, это очень большая ниша про таке спільное пиклывание про детей для родителей, которые уже разрушены. Вы что-то сделали там? Нет. Почему? Ну, мы смотрим только на эту нишу. Что можно сделать? Ну, в нас, не знаю. Может, мы сделаем, может, нет. Ну, нужно посмотреть. И я имею в виду, что… Сейчас появится 40 додатчиков. Да, мы смотрим, как у них справятся. Мы теперь иначе. Все смотрим, как у нас справятся. И теперь мы смотрим. Вот так. Я закидываю такое зерно, чтобы посмотреть, на чем мы будем инвестировать сейчас в разработку и посмотреть, пока кого-то выйдет. Такие ниши очень интересные, которые можно увидеть только в каких-то странах, когда ты находишься в Европе. В Европе, может, в каких-то странах такое есть. Но в Украине такой проблемы нет. Нема. Ну, нема такого проблемы. Ну, так. Приходит, что очень много людей не разводится, а просто живет порознь. Да, або разводится, або там нема такого, что там… Ну, ты как-то там слідкуешь. Да, нема такого… Ти не можешь зрозуміти… Ну, там… Вигадати таку историю. Но это очень большая ниша. Ну да, она сфокусована, может, в некоторых странах тоже таки актуальна. Ну, может, там, в Германии або где-то. Но там интересные такие ниши можно найти. Я так понимаю, что ГИО – достаточно вторичная история. То есть есть у меня ощущение, что нужно запускаться на самые большие страны, а дальше уже смотреть. Я про это думаю или нет? Или можно идти в условную Бразилию, в условный принтер, хоть и во всем остальном мире условный принтер уже сильно красный, а в Бразилии еще, как вы видите, нет. Какой у вас подход в этом плане? Касаемо Андроида еще бывают такие нюансы, потому что в некоторых странах Андроид покупает, например, супердешево. То есть условно, в Бразилии инсталл в Андроиде может стоить 2 цента, например. И, соответственно, тут, наверное, как-то можно даже пытаться в рекламную монетизацию играть, но мы таким не занимаемся. Не простят, если я не спрошу, а почему? Не занимаетесь мало денег? Ну да, относительно вложенного, может, реальность небольшая получается. А тоже с точки зрения менеджмента всей этой истории, то есть тебе там нужно какие-то там разные подключить сетки, балансировать между ними эту рекламу, постоянно тебе что-то отпадает, ну, в общем, достаточно сложно посчитать. Плюс у тебя, может быть, придираться к тебе за то, что у тебя, да, вот и трафик. Ну, когда-то я делал просто гибридную монетизацию, когда была и реклама, и подписки. Вот. В итоге даже мы поубирали почти везде рекламу, потому что геморрой больше, чем реально в рекламу. С точки зрения iOS почти все зарабатывают в TR1. Из TR1 почти все, не знаю, на 70% приложений имеют выручку в США. Вот. Поэтому, в принципе, тебе в любом случае нужно хоть что-то зарабатывать в США. Ну, то есть ты там в 45-й в США, ты заработаешь больше, чем ты будешь первый в Малайзии какой-то. Хотя у тебя будет трафика в тысячу раз больше. Но с точки зрения того, как этот трафик окупается, с точки зрения конверсии в покупку, разница будет тоже в 10 раз может отличаться, в 20 раз может отличаться в одном и того же приложении. Поэтому все равно ты целишься на TR1 страны – это США, Австралия, UK. Вот. И дальше уже экспериментируешь с локалями. То есть мы говорим про английский язык и всегда старт с английского языка. У вас так или как? У нас так, да. Сейчас прикольно работают еще арабские страны. Ну, конкретно у нас, например. Мы первые локализации, которые делаем, это на арабский. Тут там есть нюансы с самой локализацией, потому что справа налево весь интерфейс разворачивается. Там можно все сформать, но это неважно. Но вот арабские страны, там Киевейт, Эмираты, чуть хуже Саудовская Аравия, они примерно имеют там ЛТВ такой же, как Штаты, но при этом трафик сильно дешевле. Ну, по гео, я, мабуть, ничого не изменилось. Я два роки тому казав, что в США, ну, вси целятся первые США. И правильно делают, или нет? Ну, они правильно делают, что с этого начинают, но, ну, там… Но всеми кончают, получается, так? Это очень тяжело. Там конкуренция очень сложная и насыщенный рынок. И если додаток или ниша, которую делать, она не сфокусирована на этот рынок, а может быть… Ну, я не знаю, если вы что-то делаете именно для США, и у нас есть додаток, например, «майлаж трекер», так, або там… Ну, воно не… Это судно для предприятий в США, и воно ни где не цікаво может быть. То… Ну, это можно делать, но лучше делать в Worldwide. И потому что конкуренция в, я не знаю, в Латинской Америке, або в Арабских странах, або в Азии, воно значительно меньше, чем в США, и поэтому мы пытаемся шукать ниши глобальные. Потому что… Ну, нельзя себе как-то обмеживать локальным рынком? Да, он великий, но там очень большая конкуренция. И если только за счет локализации додатка можно работать на глобальном рынке, то лучше это делать на глобальном рынке. Ну, выходить на одну страну зараз немає сенсу, потому что, в принципе, не так дорого коштує локализация, если продукт, звичайно, подходит, что можно поговорить? Так. Тобто, нужно сразу же, когда ты запускаешься, делать несколько версий, однозначно. Или нет? Не, можно делать сначала английский, потом делать, например, ASO, іншими мовами. И залишати английский интерфейс. Дивитися, звідки… звідки можна залучати трафик. Ну, звідки вдається залучати трафик. І потім піти країни локализовувати. Хочу ще сказати о том, що намного важніє. Не забываем. Війна продолжається. Не рефлексируйте, не поддавайтесь на информационні атаки. Держите себе в тонусі. Давайте работать и ежедневно прикладывать максимум усилий для скорейшей победы Украины. Все ссылки на милитари фонды и фонды помощи детям, которые пострадали от войны, которым мы доверяем, в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. На сегодня все. Спасибо за просмотр. И с нетерпением ждем ваши комментарии. До встречи. Процесс запуска нового продукта. Если ты совсем бич, то в принципе нужен один разработчик. Один фуллстек-разработчик, один овнер и один человек, который с опытом из маркетинга, в принципе могли бы стартануть любой стартап. Какая сейчас себестоимость разработки приложения? Явно за 30 000. Линейку можно делать? Четыре человека, команда, шесть месяцев. Без рейстати и то смс, что называется. Балда, добавь, и чем больше шрифтям, тем круче. Ненавижу слова типа байер, медиабайер, вот это все. Можно проверять гипотезу дешево. Какие-то пару тысяч долларов в месяц зарабатывать. Любое приложение один разработчик может сделать за два-три месяца.